...посвевает, помогает людям найти единомышленников, найти атмосферу важную уже для реализации проекта ПТП. И про социальное предпринимательство важные есть факторы, которые определяют социального предпринимателя. Вот обычные предприниматели — это социальное воздействие, инновационность, самоокупаемость, масштабируемость предпринимательского код. И мы здесь собрали три примера, возглавляющие социальное предпринимательство, двое из которых уже в Хабе, третий пока нет, но из России. Это инициатива «Байфюмон» из Хабуфьен. Велосипедное движение, велосипедное сообщество в Косте продвигает, развивает. Это организация «Конкоза», которая работает над городскими садами, это организация жителей, чтобы сделать городской сад. Сад, прямо в центре города, в Брайне. И это новостеская пастыла, примерно из России, когда социальные предприниматели раскрыли пастыль старинный пастыль. Потому что теперь происходит ее в городе Паломния, я там тоже сама была, что, кажется, нужна какая-то количество жителей из других городов, и видят пастыль, и знакомься со своей пастылью. И в Косте позитивных изменений у Хаба есть такая теория изменений, как они создаются. Это взять предпринимательские идеи, поместить их в пространство, вдохновляющее, собрать сообщество людей, которые с намерениями сделать мир лучше, и наполнить его интересными событиями. Событиями, обсуждениями и дополнительными вещами. И если взять эти предпринимательские идеи, заполнить их поместить в цвету, и тогда, с помощью специального механизма получается вклад. А что это за специальный механизм? Мы чуть больше еще расскажем, что же такое происходит в маме, потому что не просто людей посадились за компьютер, есть работа над инициативами ее полезными. Что же такое происходит? Что люди с кем-то встречаются, то есть много идей существующих, и изменения много происходят. Парочку примеров вдохновляющих, которые были использованы в Кабо в других странах, это примеры в Вене. Начиная здесь в Швейцарии, но в Вене, человек по имени Вене нашел на программе Кабо место для своего братья в соу-воду. В соу-воду такие взрывки в мехматичной упаковке, они красивые, они экологичные, и существуют людей, ведь вот именно именно из них. Встреча с Вене не видела. Еще один пример про солнечные батареи. Человек по имени Марти придумал, точнее, у меня ничего не придумал, а пришел в Кабо в Митворде с лаптопом и с идеей сделать все это полезное, и через полтора кода его бизнес превратился в несколько миллионов оборотов. И в Кабио встречали людей, которые поддержали, и в Кабио, которые делали на радио, чтобы рассказать об этой идее, которые помогали ему с макерствами. И в Кабио, в Кабио, не один, а шесть человек сидел. И в Сингапуре тоже. Пример такой вдохновляющий, как правительство Сингапура увидело флаг, который в других странах вносит город, и решила поддержать свою инициативу, и даже стала соорганизатором своим местом в Каб, для улучшения городской степени, чтобы те проекты, те инститенты Кабио, и социальные предприниматели, они могли свои проекты продвигать, развиваться, и, соответственно, чтобы больше для города было в пользу. А теперь еще один направляющий пример со всем рядом. Спасибо. Спасибо. Хочу добавить, поскольку постоянно приходится рассказывать о чем-то, что же такое социальный предприниматель, вкратце, может быть, повторюсь, где-то там что-то. Как я это объясняю? Уже не могу сказать, что я не права, как на сложившихся ИСП, но я тоже социальный предприниматель. Так получилось, что мы еще кто-то добавили. Спасибо. Так получилось, что мой первое предпринимательство и проект социального предпринимательства вырос в Кабео. Это первый проект, который был в нашем агентском Кабео реализован. Я провожу, как называется, первое социальное кончатное степени. Проект немножко больше, если я не буду говорить, но самое важное, в социальном предпринимательстве, это, в итоге, быть честным в оценке того положительного социального воздействия, которое мы своей работой приводим в мир. это может быть, есть очень много крайностей, и золотая середина как раз находится где-то, где-то возле права социального предпринимательства, где-то, вот это, по-моему, я имею в виду, что это не должно быть благотворительностью, и не должно быть поиском прибыли в какой-то инновационной сфере. Это достаточно сложный баланс в работе и в поиске как раз решений, которые бы не были просто вложением денег инвестора в благотворительную программу. Эти все варианты были неоднократны. Испробованные из них показали свой неэффективность. Просто благотворительность работы с НГО, работа просто с волонтерской работой и так далее. В чистом виде это не всегда может быть протяженно во времени. И все это может быть преданценно состоит. И не настолько это все устойчиво. Если это предприятие способно генерировать регулярно какой-то прибыль какой-то дополз и пускать и на развитие, и на улучшение социального положительного и социального воздействия, то это предприятие уже и это предприятие, которые здесь открываются, развиваются постоянно. Хаб Одесса просто на днях получил наконец-то такое одно из официальных уведомлений, потому что такие-то такие-то хаб, и мы уже перешли из формата кандидата название до настоящего. Что у нас есть? У нас есть как пишут по-английски спарринг-спейс, определяющее постранство. У нас большое светлое помещение в центре города, около 400 квадратных метров, и команды. Люди с разным бэкграундом и с разными профессиями абсолютно. предприниматели я не буду указывать каждой из команд есть и психологи, тренеры, предприниматели, человек, который работает в медиа-видео-медиа-ресурс, и у нас занимается и раскруткой, и интернет, и документализацией всего, что происходит в этих событиях. Человек, который пришел из готовых проектов, из готовых проекта социального предпринимательства и должен устроиться в команду. Два предпринимателя, еще один тренер, и топ-менеджер большой-большой компании, которая продает автомобили в Украине, и он ведет образовательную программу. Можно сказать, еще вот это реализованный проект, который уже заработали. Мы проекты по местности, я ведущий проект. Что мы сделали? Мы открыли небольшую по площади студию, ливки и мальчарства в Большом фортепаркете в центре области, в детской сутболе. И мы стали приглашать туда детей, всех-всех-всех-всех-всех-всех и приглашать детей из детдомов, которые сложно было бы организовать какую ресурсию массивную школу, у себя в интернате, в школе, в малютке и так далее. У нас четыре таких подшипных дома, которые приезжают, мы с ними бесплатно занимаемся. Плюс мы еще берем детей и и делаем большие скидки, людям, которым нужна эта скидка. И собственно берем деньги за свою работу. мы не просто ориентируем коричей, мы устроимся и не какую-то прибыль, мы стараемся держаться на плаву и развивать наши ведущие проекты. Это библиотека будущего. девочка Екатерина Иванова реализовала уже слепым людям курьер по заказу по телефону по звонку поставляет устройство для прослушивания аудио-файлов и сплошек. Человек платит некий взнос членства этой библиотеки. Если он хочет выйти из членства библиотеки он может попросить этот взнос обратно и он может по телефону заказать администратору что он хотел послушать такие-то такие картины которые записывают делают запись за это идет визерная плата и вариант оставляют на другую обновленную внешность меняют обслуживают аппарат и оборот внешнего человека можно поменять привозить ну вот это то что у нас происходит инвестор день перспективы украинских стартапов семинар социального предпринимательства наши дни практику культурной коммуникации самое такое выдающиеся для КАВА семинар социального предпринимательства наши дни образователь это наш проект мы его сами найдем команды раз в месяц раз в три недели раз в месяц мы собираемся собираем аудиторию готовим переход к одной из серий нового сейчас так вышел фильм 12 серийный называется New Heroes по героям нового времени социального предпринимательства его можно найти на торт и вы просто напишите в несколько местах New Heroes он на английском языке мы его все-таки перевели и сделали титры которые приглашают эксперт асоциального предпринимательства несколько человек здесь есть в городе Одессе остальные эксперты из других городах в последний раз пришлось для того чтобы общаться сделать лампинах и эксперт из города организация ОСЭЛ которая занимается реставрацией мебели другие сложные ситуации и бездомные работают как вот поджигают другого организация и реставрируют мебель человек-восноводитель давал свою эффектную оценку проектам культуры мы делаем отмеченный вопрос есть постоянная связь между людьми которые по поводу своего бизнеса людьми которые занимаются социальным предпринимательством занимаются договорительностью абсолютно плюс к первому приходят молодые ребята которые нигде есть идея энергии где мы можем предложить ментора наставника советчиков могу подсказать исходя из уже работы что будет работать и наша ситуация в локальной что можно масштабировать и повторять увеличивать что невозможно какие-то проблемы это наше пространство просто картинки достаточно большая площадь уютная уютная модная уходная зона с которой 40 человек собираются и авторские решения мебели старались максимально приложить нашу творческую нью-йоркную энергию которые пробовали вещи из обсайклинга включали в интерьер и это все равно это решилось просто хорошей гибелью так оно и состоялось на сегодняшний день наша работа у нас есть несколько видов опытных постоянно производится я бы хотел услышать от вас спасибо я бы хотел услышать от вас какие-то что 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 вам будет делать я я преподаватель ой выиграл преподаватель Одесского педагогического университета как я с тех пор как я его закончил 7 лет 8 лет работаю преподавателем и я исправил преподаватель университет дождь и на сегодняшний день достаточно редкая специальность специализация и такие специалисты нараспро постоянно рождаются рождаются новые дети постоянно есть место где нужны такие специалисты и очень хорошая терапия очень хорошая терапия и потому что специалисты я стал готовить просто в институте не просто как специалистов педагогов а для которых конкретно могли бы работать в конкретной ситуации детдом в котором есть детки с паралитом и с паралитом и с паралитом 20 лет 21 и таким образом я из года в год постепенно формировал команду людей которые мне было бы хорошо таким образом когда много лет была мечта что можно сделать такую открытую студию студию которая не зависит ни от детдома ни от вахтера ни от института не от коммерческого момента зайти мы получили это детки получать консультацию пообщаться посмотреть на работу и в этом в прошлом году наконец так все сложилось что можно было реализовать мы познакомились с инвестором я познакомился с инвестором инвестор познакомился у нас произошла встреча о мнении мечтами что мы хотим реализовать такой момент и мы решили что это можно сделать на сегодняшний день есть такой вариант мы стали искать места стали искать вариант сколько это стоит какая будет смена в построении всей этой истории этой истории какие юридические вопросы могут быть понятны при открытии такого но но это очень очень много вопросов насколько это легально как это должно быть сертифицировано и так далее очень много вопросов безопасности и так может что-то конкретное с чего начали вот с этого начали и сейчас есть команда моя команда студии это шесть человек который есть 4 это администратор и и и и и и собственно мы так построили работу каждый день с утра до вечера и и и и и и и Как на инстанциях, как на инстанциях, как на завод? Пожалуйста, скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо за вопрос. Дело в том, что хабов по планетику. Насколько я могу, 36 или 37 хабов? То есть это можно назвать каким-то рабольным словом? Сейчас подскажу. Франшиза. Франшиза, да. Франшиза. То есть есть определенный стандарт. Если мы хотим заниматься социально-предпринимательством, в первую очередь эта инициатива вырастает сама. Как делай сам. Собираются активисты и говорят, что а я был там и там и увидел, что там есть такое с названием странное слово, но вот они делают такие проекты. Это в принципе то, что делаешь ты, ты, ты. Но у этого есть общее место, общее пространство. Им легче работать и реализовывать проекты, потому что у них есть какая-то база. Есть разумные, уже как вы там послухали, поиски инвесторов. Есть в основном, где мы можем встречаться. И есть, скажем так, механизмы, в которых реализовать проекты будет легче. Соответственно, есть разработанные методики уже, по которым и дополнительно подготавливают социальных предпринимателей, и подготавливают дополнительные менты. И такой образовательной работой занимаются многие ХАПы. Вот в центре это ХАПы, ХАПы, ХАПы и ХАПы. И менторы, по решению этого коллектива, приезжают, надо сказать, в город, в место, где готовится сформироваться ХАПы. И дают свою лекцию, экспертную оценку, что здорово и сейчас делать, свои рекомендации. Когда уже... Какой документ необходим ХАПу для того, чтобы... Стандартиз... Стандартизированный документ для того, чтобы работать. Есть в визилити-статике такой документ. Интересная страница, в которой описывает механизм работы и описывает все этапы построения ХАПы, как мы работаем, откуда мы берем финансы. В каждом частном случае. Какие тут процентные соотношения поступления для формирования ХАПы, Сколько денег мы будем брать, если, допустим, какие-то люди приходят в это помещение, как в каворке, им нужно пространство, ну, что пространство для работы. Это все должно быть описано в этом уставном документе. И когда к нему просят как-то прийти, он перенесал, дополняет и так далее, когда его принимают, это уже... это уже шаг. И это как-то что-то соответствует. Ну, вообще, да, я про КАП в Москве тоже немножко потом скажу, но я хочу предложить повести задание, которое мы обещали, и на совсем маленьком примере показать, в чем же рецепт ХАПа, какой у нас рецепт и пожелание для всех участников Делан Самит и для вас. Вот как Миша рассказывал, что у него была мечта, и был человек, у которого была возможность, и они встретились, и так появился проект «Студия Репки». И в ХАПах очень часто такое происходит, что один человек встречает другого, и они общаются и выясняют, что есть общая мечта, есть общая задумка, у кого-то есть чем поделиться, у другого человека есть тоже возможности для реализации, и получается новый проект. И вот это, конечно, одно из самых главных заправляющих. Но как это происходит? То есть, если люди просто будут приходить и сидеть за компьютерами везде, они не могут вообще ни с кем-нибудь заботиться, да? И у нас сегодня к вам такое, ну, сначала задание, а потом пожелание. Задание будет состоять в том, что мы сейчас с вами на счет три, раз-два-три, я предлагаю вам поменяться местами. Я считаю, раз-два-три, и вы все просто поменяетесь местами, найдете себе другой смысл. Ясно. Ясно. Давайте попробуем, и потом, когда вы сядете рядом с другим человеком, задайте ему один вопрос. Что, почему я здесь, и что я хочу, что меня привело на дело с вами? Какое намерение, какое желание, мечта, при этом у меня на дело с вами? Давайте попробуем. Может быть, это станет одним из началов общения? Новый проект сейчас родился. Ну, давайте попробуем. Раз-два-три, все поменятся местами. Отлично, ты тоже нашел там их соседей. Что привело на вас сидело с вами? Знакомимся. Буквально по минуте. Поделитесь. Что же вас сюда привело? Хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Хорошо. А, я хочу... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...